В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Почти новое место. Старая детская париклиника переезжает на проспект Октябрьский. Александр Невский. Сила, дух и имя России. В Сарове наградили лауреатов межрегионального молодежного проекта. Все грани мастерства. В детской художественной школе открылись выставки работ учеников и педагогов. Далее расскажем обо всем подробно. Детская поликлиника с проспекта Мира-44 переезжает в здание физиолечебницы на проспекте Октябрьском, дом 6. Врачи начнут прием пациентов на новом месте 3 февраля. Как сообщили в клинической больнице номер 50, там будут работать 6 педиатрических участков. Открыты кабинеты забора крови и процедурный. Также планируется проведение физиопроцедур и ввода лечения. В здании сделали ремонт, оборудовали помещение для приема маленьких пациентов. К старой поликлинике прикреплены более 7 тысяч детей. Напомним, здание на проспекте Мира-44 входит в состав монастырского коры и будет передано в ведение Свято-Успенского мужского монастыря. Презентация обновленной старой поликлиники широкой общественности состоится 21 января. О времени сообщим дополнительно. К другим новостям. Изменения в программы транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры рассмотрели депутаты на совместном заседании комитетов городской думы. Также речь шла о порядке создания платных парковочных мест, приватизации зданий на Варламовской дороге. Подробно участники встречи остановились на освещении улиц и пешеходных переходов. Неоднократно жители нашего города жаловались на плохую освещенность улиц и пешеходных переходов. Согласно сводкам ГИБДД, большинство наездов на людей в темное время суток происходит именно на переходах. Объекты системы освещения города находятся на балансе Саровской электросетевой компании и муниципалитета. С 2017 по 2019 год СЭСК установила светодиодные светильники на проспектах Ленина и Музрукова, улицах Бессарабинка, Советской, Курчатова и других. Всего заменили более 300 светильников. На муниципальных объектах также поменяли более 400 фонарей. В процессе замены возникали проблемы. На улице Ленина граждане по-разному восприняли обновления. Много обращений в отношении нескольких светофорных объектов, связанных с пешеходными переходами. Мы совместно с электросетевой компанией выезжали на эти объекты, проводили замеры. На сегодня они соответствуют требованиям, предъявляемым дорогам, но визуально, особенно в условиях переходных периодов, проблемы определенные существуют. После проверки специалисты предприняли ряд мер по улучшению освещенности. Где-то вместо одного сделали два Г-образных светильника, провели обрезку деревьев. Сейчас администрация совместно с СЭСК разрабатывает проект по установке дополнительных опор освещения и подсветки на дома. Также решено увеличить мощность фонарей на некоторых участках. Депутаты обратили внимание, что после замены светильников не везде стало лучше. Были годы, когда было все нормально, все светило хорошо. А сейчас с каждым годом все хуже и хуже. Мы параллельно видим, что идет процесс замены этих светильников. Может, все-таки светильники не те какие-то, может, какие-то... Ну, просто становится действительно хуже. Как пояснил Сергей Лобанов, есть критерий освещенности, ниже которого не должно быть. Это 10 люкс. На Ленина по результатам замеров во время проверки было 15 люкс. На Силкино от 50 до 70. Кроме того, есть горожане, которые, наоборот, просят уменьшить освещенность. Одни говорят, как здорово, хорошо. А те люди, которые живут, они говорят, да у меня прожектор на всю квартиру. Я что ни повешу, защититься не могу. Я живу ночью, как днем. Требуется более детальное обследование системы освещения, чтобы горожане могли с комфортом передвигаться по городу в темное время суток. Но в то же время не испытывать неудобства от слишком яркого света, бьющего ночью в окно. Последний раз такая проверка проводилась более 10 лет назад. Деньги на это требуются заложить в бюджет. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Более одного миллиарда рублей направят в этом году на социальные контракты в Нижегородской области. На соц. выплату имеют право граждане, которые только устроились на работу, либо проходят обучение. В рамках контракта жители региона получат ежемесячные денежные пособия, которые равны прожиточному минимуму. Выплата на обучение не будет превышать 30 тысяч рублей. Ожидается, что в этом году в регионе заключат более 10 тысяч таких контрактов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчам приглашают пройти диспансеризацию. Проверить свое здоровье и по возможности на ранней стадии обнаружить хронические заболевания могут граждане, начиная с 2002 года рождения и далее по нисходящей шагам в 3 года. Диспансеризация включает в себя расчет индекса массы тела, электрокардиографию, флюорографию легких и ряд других процедур. Записаться на диспансеризацию можно по телефону 95512 или в кабинете медосмотров номер 524 1-й поликлиники. Проект «Везде театр» откроет 2020 год творческим экспериментом. 23 января в театральном подвале, новом пространстве Саровского драмтеатра, вниманию зрителей представят экспромт-битву. Молодым актерам придется вслепую, без подготовки, выполнить несколько творческих заданий. Победители определяют голосование. Начало в 19 часов, ход по флайерам. Их можно получить в кассе театра. Легкоатлеты из Сарова завоевали новые награды. В общей сложности воспитанники спортивной школы «Кар» привезли 3 золотые медали первенство Приворского федерального округа. Соревнования на днях завершились в Новочебоксарске. Мария Девяткина стала победителем в беге на 400 метров. Павел Жарков взял золото в прыжках в длину. Евгения Иришева в составе своей команды стала победителем в эстафете 4 по 200 метров. Рисунки, сочинения, видеоролики, фотографии. Подведены итоги межрегионального молодежного проекта «Александр Невский. Слава, Дух и имя России». В Духовно-научном центре состоялась торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса. Его цель – формирование современной патриотической воспитательной среды на примере личности Александра Невского и лучших людей нашего Отечества. В одном из приютов для животных долго жила собака Майя. Она отличалась своим добрым сердцем. Поэтому она заменяла маму для всех малышей, которые появлялись в приюте. История о доброй собаке, которая заботилась о котятах и щенках, стала победителем межрегионального этапа молодежного проекта «Александр Невский. Слава, Дух и имя России». Короткометражный мультик «Мама для подкидышей» сняли воспитанницы детской школы искусств номер 2. Работа девочек о милосердии, доброте и сострадании стала лучшей в номинации видео. Мы сначала рисовали, вырезали, то есть все конечности по отдельности, а потом приклеивали пластилином, делали фото и потом это все скрепляли. В номинациях стихи, песни, рисунки, видео, фото, сочинения молодежного проекта «Александр Невский. Слава, Дух и имя России» награды получили более 80 соровчан. Организаторы отметили, что качество творческих работ растет из года в год. «Я считаю, что это надо и дальше развивать, поддерживать, развивать, пропагандировать эти вещи. И чтобы вот, я обращаюсь еще раз к тем взрослым, которые здесь, сказать вам спасибо огромное, что вы принимаете такое активное участие со своими детьми, что обучаете им». Татьяна Зинина отправила на конкурс сочинение «Моя Христова Пасха» и стала победителем межрегионального этапа. Девушка рассказала о посещении Троицы Сергиевой Лавры во время вокального фестиваля. Экскурсия по монастырю оставила глубокий след в душе Татьяны, и она решила выразить свое впечатление на бумаге. «Были муки творчества. Сначала я пыталась писать какими-то общими словами о том, что вообще такое Пасха. А надо было добавить своих чувств, мыслей». Две с половиной тысячи работ оценивал в этом году жюри конкурса «Александр Невский. Слава, дух и имя России». Это на несколько сотен больше, чем в прошлом. Также впервые для Сарова разработали положение муниципального этапа конкурса для детей от пяти до десяти лет. «Нам некоторые говорили, как? Они же не смогут, им родители помогут. Так слава Богу. То есть совместно с родителями, с бабушками, с дедушками, чтобы участвовали в этом проекте». Лауреаты конкурса получили дипломы и памятные подарки. Церемония награждений сопровождалась вокальными выступлениями творческих коллективов города. Елена Горцкого, Евгений Шуццова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В детской художественной школе открылись сразу две экспозиции работы воспитанников и преподавателей. Одна отчетная. На ней представлены лучшие картины учеников школы за прошлый учебный год. На другой представлены творческие работы педагогов художественной школы и школ искусств города. В рамках фестиваля конкурса, посвященного Году памяти и славы России. Натюрморты акварелью, гуашью, пейзажей, иллюстрации по мотивам известных литературных произведений. На отчетные выставки воспитанников художественной школы представлены лучшие работы за прошлый учебный год. Эти рисунки по итогам просмотров получили высшую оценку преподавателей. Она освещает все наше мастерство, всю нашу методическую работу, начиная с младших курсов и заканчивая старшими. Она отражает работы по всем предметам. То есть это у нас рисунок, живопись, композиция станковая, прикладная композиция. И еще у нас есть такой предмет, как пленэр. Это летняя практика. Вот Раскольников замахнулся допором на старуху-проценщицу. Герасим в лодке гладит муму. Анаграммы, виды Саровского монастыря. На выставке представлены рисунки более 300 юных художников со всех курсов. Переходя стендок-стенду, становится видно, как растет мастерство ребят. Екатерина Якунькова учится на пятом курсе. В этой экспозиции есть и ее рисунки. Ей нравится рисовать гуашью. Говорит, что работать было легко. Педагог говорил нам наводящие какие-то слова, показывал примеры работ некоторых. И мы сами уже должны были додумать сюжет. На второй выставке можно познакомиться с творчеством педагогов художественной школы и школы искусств Сарова, которые участвуют в городском конкурсе «Мастерства преподавателей». Фестиваль посвятили Году памяти и славы России. Эта экспозиция пробудет в художественной школе до 10 февраля. 2020 год посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И вот творческие люди тоже решили принять в этом участие. В экспозиции представлены картины и декоративно-прикладное творчество преподавателей. В работе «Хатынь» педагог детской школы искусств номер 2 Татьяна Есеникова совместила живопись и дополнительные материалы – обожженные поленья. Потому что очень глубокий смысл в ее декоративных работах – это то, о чем мы не должны забывать. Основная часть работы – это, конечно, мирное голубое небо, солнечные цветы, то, что мы должны ценить. Познакомиться с работами воспитанников и педагогов можно в часы работы школы. Для коллективного посещения нужно заранее согласовать время экскурсии по телефону 76027 без возрастных ограничений. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая сладкоежками ценится особо. Десятки его сортов можно не только приобрести, но и продегустировать в ДК «Авангард». Там пройдет ярмарка «Медовая феерия». Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в ДК «Авангард». С 21 по 22 января там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозон брызгает в горло, от насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в ДК «Авангард» 21 и 22 января с 11 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова